Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем испанским слушателям подкаста «Киноведы». Надеюсь, мой испанский неплох. Параллельные матери 2021 года. Эмоционально напряженная испанская мелодрама, исследующая темы материнства, родственных связей и национальной памяти, снятая и написанная выдающимся режиссером и сценаристом. Я надеюсь, вы все его любите. Вот я очень люблю. Педро Альмадоваром. Ах, какие у него фильмы! Назову самые лучшие, самые известные. «Матадор», «Закон желания», «Женщины на грани нервного срыва», скоро нас ожидает сериал по этому фильму, «Высокие каблуки», «Кика», «Живая плоть», «Все о моей матери», «Поговори с ней», «Дурное воспитание», «Возвращение», «Разомкнутое объятие», «Кожа, в которой я живу», «Боли слава», «Человеческий голос», который мне страшно не понравился и о котором я уже записывал подкаст. Простите, я просто не мог не назвать фильмы Педро Альмадовара. Для работы над параллельными матерями Педро Альмадовар собрал верную испанскую команду коллег-единомышленников, которые уже не раз и не два, ну ладно, некоторые только два раза, сотрудничали с режиссером. Среди продюсеров младший брат режиссера Аугустин Альмадовар и Эстер Гарсия. Аугустин продюсирует фильмы Педро Альмадовара с 1986 года, успевая работать с такими режиссерами, как Гильермо Дель Торо, Изабель Койшет и Лукресия Мартель. А вот Эстер Гарсия присоединилась к Альмадоваровой команде несколько позже, в 1995 году. И она верная соратница Аугустина, которая на пару с ним занимается продюсированием. Оператор параллельных матерей, один из важнейших испанских мастеров объектива обоих веков. 83-летний Хосе Луис Алькайне, снявший немыслимое количество кинокартин, их насчитывается более сотни. Снимать кино Алькайне начал еще в середине 60-х и продолжает заниматься любимым делом до сих пор. С Альмадоваром он с 1988 года, с его большого фильма «Женщины на грани нервного срыва», сделавшего Альмадовара интернационально популярным. Вместе, если учесть параллельных матерей, они выпустили 9 фильмов. Еще Алькайне снимал картины для таких видных режиссеров, как Карла Саура, Брайан де Пальма и Асгар Фархади. Не менее заслуженным и обласканным наградами-номинациями является композитор параллельных матерей. Еще один испанец, и тоже очень известный, Альберто Игласиас. Нет, не родственник того самого Игласиаса. Хотя, знаете, я не проверял. Надо покопаться в гугле. Он начал писать музыку к работам Альмадовара с 1995 года, с картины «Цветок моей тайны». Господи, как красиво у Альмадовара называются фильмы. И в общей сложности создал 13 альбомов-саундтреков к фильмам классика. Кроме Альмадовара, Альберто Игласиас тесно сотрудничает с еще одним признанным фестивальным испанским режиссером. Хоть уже и не таким известным, как Альмадовар, но, поверьте мне, для киноманов известным Хулио Медемом. А так в его послужном списке много известных режиссерских имен. Карлос Саура, Педро Коста, Фернандо Мейрелиш, Стивен Содерберг, Томас Альфредсон, Ридли Скотт и так далее, и так далее, и так далее. Монтажерка параллельных матерей, вы мне не поверите, испанка Тереса Фонд, помогавшая Альмадовару с болью и славой и человеческим голосом, двумя последними работами режиссера. Кроме прочего, Фонд монтировала фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». О том, что Педро Альмадовар берется за очередной испанский фильм, стало известно в феврале 2021 года. На главную и второстепенную роли в «Параллельных матерях» он позвал своих любимых актрис-мус, Пенелопу Круз и Росси де Пальма, карьера которых немыслима вне Альмадоваровых фильмов. Ходили слухи, что в картине должна была появиться Аня Тейлор Джой, однако слухи так и остались слухами. Съемки начались 21 марта 2021 года, конечно же, в Мадриде и его окрестностях. 22 апреля фильм уже был снят. Среди нескольких компаний, присоединившихся к финансированию «Параллельных матерей», отдельно стоит отметить, куда ж без нее, стриминговую платформу Netflix. Мировая премьера «Параллельных матерей» состоялась на 78-м, уже вторым пандемийным по счету в Венецианском кинофестивале 1 сентября 2021 года. Картина Альмадовара была выбрана в качестве фильма «Открытие». Без призов «Параллельные матери» фестиваль не покинули. Пенелопу Круз абсолютно заслуженно наградили Кубком Воль Пи за лучшую женскую роль. И, конечно же, нельзя не сказать, что фильм Альмадовара удостоился 9-ти минутных стоячих оваций после венецианской премьеры. Тоже, как я считаю, вполне заслуженных. 8 октября начался испанский прокат «Параллельных матерей». В тот же день, как пишут, матери стали фильмом-закрытием прошлогоднего Нью-Йоркского кинофестиваля, который, кстати, открывался недавно обсуждаемой нами черно-белой минималистичной кинопьесой Джоэла Коэна «Трагедия Макбета». Можете послушать подкаст. Украинский же прокат «Параллельных матерей» стартовал 3 февраля 2022 года. Количество наград и номинаций «Параллельных матерей» я перечислять не стану. Достаточно сказать, что подавляющее большинство топовых мировых критиков включило работу Педро Альмадовара в список наилучших картин 2021 года. И я с этим тоже согласен. Фильм намеревались выдвинуть на соискание премии «Оскар» от испанского государства. Однако в национальной гонке победила кинокомедия с Хавьером Бардемом в главной роли «Самый лучший босс». Она-то и должна побороться за звание лучшего иностранного фильма. Ну как должна? Уже поборолась и не выборолась. В списке лучшего иностранного фильма в этой категории «Оскара» лучшего босса нет. Отдельно хочется рассказать о небольшом информационном скандале, разгоревшемся вокруг параллельных матерей в Инстаграме. По опыту знаю, что подобные массовые интернет-разборки обычно приводят к двум показательным результатам. Во-первых, вне зависимости от исхода скандала, позитивного или негативного, победы или проигрыша любой стороны, большое количество людей успевает перессориться между собой. Ну, святое дело. Во-вторых, каким бы ни был информационный шум вокруг кинокартины, он всегда привлекает к ней дополнительное внимание, а значит, может поспособствовать увеличению кассовых сборов. Пиар – это всегда пиар. Так, например, было с украинской артхаусной военной драмой Валентина Васиновича «Атлантида». Благодаря негативному посту бывшего премьер-министра Украины Азарова, насмехавшегося над пустыми кинотеатральными залами, в которых показывали «Атлантиду», некоторая доля украинских зрителей активировалась и пошла в кинотеатры, чтобы тем самым поддержать работу Васиновича. В итоге, «Атлантида» удостоилась таких кассовых сборов, которые в иной ситуации, давайте будем честными, были бы для нее немыслимы по причине категоричной артхаусной природы фильма. А так, с легкой руки отставного политика, «Атлантида» получила весомый дополнительный информационный толчок, что от средств массовой информации, что силами сарафанного радио. Но что же там с параллельными матерями? Дело в том, что на одном из постеров фильма изобразили «Уберите детей от радиоприемников» женский сосок, сочащийся материнским молочком. Боже, как это отвратительно! Фу! Представил на долю мгновения. Инстаграму это, конечно же, не понравилось. Женская нагота недопустима. И социальная сеть быстренько стала подчищать посты с публикациями постера. Но не тут-то было. Активистское движение «Освободите соски» я не выдумываю. Я считаю, что это наилучшее название для организации, какое только можно придумать. Так вот, активистское движение «Освободите соски» выступило с резкой критикой политики Инстаграма. Члены организации «Освободите соски» сумели одолеть противника, добиться возвращения постера в социальную сеть и даже услышать извинения от Инстаграма. Помните Коинову трагедию Макбета? Не стоит идти против человеческой природы. Молодцы, освободители сосков! Так и нужно. А Инстаграму? По делам. Пусть знает. Все человеческие прелести прелестны. Параллельные матери Педро Альмадовара и правда заслужили те 9 минут непрекращающихся стоячих оваций на премьерном показе Венецианского кинофестиваля, которыми наградили фильм. Эта картина исключительно. Альмадовар наконец-то, спустя более чем 10-ти летний период, возвращается к корням и демонстрирует высочайший уровень кинематографического мастерства, почти шедевральность. Параллельные матери – это классический Альмадовар в расцвете своих сил. Это настолько убедительное художественное произведение, что никаких споров, ну вот простите за категоричность, вокруг него быть не может. Поскольку параллельные матери бескомпромиссно хороши качеством сценария, уровнем актерского исполнения, режиссурой, постановкой, светом-цветом, актуальностью материала, триллерностью, художественной радикальностью и манерностью. Фильм буквально горит Альмадоваром. Фильм по-альмадоваровски эмоционален, умен. И вот не могу подобрать лучшего слова – синефилин. Я очень возбужден. Это название фильма, не подумайте. «Джульетта и человеческий голос». Несколько последних работ мастера свидетельствовали о некотором выгорании Альмадовара, его тяге к самоповторам и топтанию на месте. Да, «Боль и слава» 2019 года вроде как продемонстрировала крепость и силу художника. Стало его восемью с половиной. Однако, по моему мнению, параллельные матери все-таки в разы удачнее. Это чистый Альмадовар. Альмадовар без примесей. Именно тот самодостаточный автор-кинематографист, которого мы знаем и любим за его узнаваемый испанский стиль с ярко выраженным лиризмом, страстностью, эротизмом и саспенсом. Сюжетный и тематический базис параллельных матерей – это родственные связи и зависимости, исторические и генетические параллели между людьми. Это преемственность поколений. Это единство прошлого, настоящего и будущего, а также нарушение этого единства. Прерванная связь с предками, невозможность эксгумации тел погибших родственников, незнание своих корней – это прямая дорога к растерянности и дезориентации, говорит нам Альмадовар. В одной из сцен фильма героиня Пенелопы Круз Янис буквально набрасывается на свою молодую подругу в исполнении Милены Смит – Анну, убеждая ее, что Анне давно уже следует определиться, кто она такая. И на какой земле живет? И хотя параллельные матери в первую очередь исследуют микротему материнства, косвенно обрамленную макротемой национальной памяти, трудно сказать, какая из них на самом деле является господствующей в фильме Альмадовара. Мне кажется, что обе они равно важны для понимания картины. Параллельное материнство Янис и Анны, которому уделена большая часть хронометража фильма, может трактоваться в качестве частного случая общенациональной испанской истории, то бишь летописи народа Испании, взаимосвязи многих и многих поколений, расстрелянные франкистами отцы и деды, бабушки слабо помнящие своих родителей, умершие в молодом возрасте матери, матери, отказывающиеся от детей ради карьеры, женщины, рожающие без отцов. Альмадоваровский фильм снова и снова констатирует разрушение вот тех самых общих и частных связей, развал той исторической цепи, которая соединяет поколения между собой и в сущности является воплощенной историей. И, конечно же, здесь не идет речи ни о каких традиционных ценностях или манифестации феминизма. Фильм Альмадовара не вписывается, не встраивается в узкие концепции консервативной или либеральной повестки. Он их гораздо шире. Женщина и мать, а не феминистка или жена. История трех поколений, а не только индивидуальный сюжет. Альмадовар изображает частности, чтобы на их примере рассказать об общем. И среди этих частностей находится место и для сильных женщин, и для страстных любовниц, и для молодых, и для старых, и для фотографов, и для официанток, и для погибших, и для живущих. Параллельные матери завершаются разящей цитатой уругвайского писателя Эдуардо Галеано. Не бывает немой истории. Как бы ее ни поджигали, ни разбивали, ни фальсифицировали, история отказывается молчать. И эти слова касаются не только макротемы фильма, испанской трагедии гражданской войны 36-39 годов, но и частной трагедии Янис и Анны, их непростого и скорбного материнства. Янис и Анна, представительницы двух поколений, одновременно рожают детей в больнице. Происходит спойлер, спойлер, спойлер. Путаница. В результате чего Янис достается ребенок Анны. И наоборот. Об этом Янис узнает к середине фильма. Она решается провести ДНК-тест, поскольку отец ее ребенка, вернее, не ее ребенка, присматриваясь к девочке, сомневается, что она от него. Тесты подтверждают опасения главной героини. Новорожденная не имеет отношения ни к ней, ни к ее партнеру-любовнику. Догадываясь о случайной подмене, Янис хочет связаться с Анной, но передумывает. К тому же, оказывается, что ребенок Анны, по факту ребенок Янис, умирает. Ему констатируют так называемую мгновенную смерть. Все это, безусловно, запутывает отношения Янис и Анны. Вскоре девушки-женщины начинают сожительствовать и влюбляются друг в друга. Однако в определенный момент Янис во всем признается Ане. И тогда Анна забирает ребенка и возвращается к матери. Вот таков индивидуальный сюжет фильма. А коллективный такой. Янис намеревается добиться эксгумации предков в родной деревне, откуда она родом. Испанское правительство всячески открещивается от подобных инициатив, не желая ворошить сомнительное историческое прошлое. Янис удается познакомиться с Артуро. Его играет Израэль Эль Хальде, возглавляющим фонд национальной памяти. Он-то и становится отцом ее будущего ребенка. Однако не менее важно и то, что Артуро соглашается помочь Янис. Последние сцены фильма раскопки массового захоронения в деревне главной героини. Жители поселка со слезами на глазах, разглядывая кости и черепа из братской могилы, наконец-то возвращают историю себе. Что же делает параллельных матерей таким удивительным фильмом? А то, что национальное и частное в этой картине одинаково трогательно, я бы даже сказал триллерно. Все круги и адовы и райвы, материнство Янис изображены Круз-Альмадоваром с таким накалом страстей и эмоций, настолько порывисто и честно, что зрителю вряд ли удастся сохранить хладнокровие и не вовлечься в историю или, как мы выяснили, истории этого фильма. Лучшие картины Альмадовара предельно эмпатичны. Режиссер, как и любой настоящий испанец, творит именно в этой плоскости бытия, дирижирует оркестром эмоций. Пенелопа Круз и на этом сходится подавляющее большинство критиков. Отыгрывает одну из лучших своих ролей в кино, существуя одновременно на нескольких уровнях. Тут она и заботливая мать, и мать, пережившая трагедию, и борец за историческую память, и взрослая самостоятельная женщина, и любовница женщин, и любовница мужчин, и фотограф, и подруга, и сварливая нанимательница девушки-няни. При этом везде Круз удивительно убедительна. И самое важное, параллельные матери исполнены саспенса. Вообще, хичкоковская триллерность это именно тот необходимый фильмом Педро Альмадовара элемент, который подслащает их, добавляет красок, делает глубже. Когда Янис узнает о том, что ее ребенок не ее ребенок, когда она узнает о смерти дочери, Пенелопа Круз своей актерской игрой и Педро Альмадовар своим сценарием, режиссурой и постановкой добиваются сильнейшего зрительского вовлечения и сопереживания. Параллельные матери одна из лучших работ Альмадовара в новом веке. Точка. И я под этим подписываюсь. Слоган фильма уже процитированные мною слова Эдуардо Галлиано «Не бывает ни мой истории. Как бы ее ни поджигали, ни разбивали, ни фальсифицировали, история отказывается молчать». Вот и я отказываюсь молчать о новом фильме Педро Альмадовара. Он восхитителен. Спасибо тебе испанский мастер. Спасибо тебе Пенелопа Круз. Спасибо всем, 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 кто трудился над этой картиной. А вам большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Субтитры создавал DimaTorzok